МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня мы узнаем многое о быте, культуре и традициях испанцев. И, конечно же, о том, как выходцам из обесолнечной страны живется на территории Казахстана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Рецепи по Френши. Меня зовут Алектина Мадьярова. Сегодня я приглашаю вас познакомиться с испаноязычной культурой Алматы. И посему представляю вам моих новых знакомых. Прошу представиться. Да, меня зовут Сантеро, я из Испании. А это? Меня зовут Альваро, я из Чили. На разных континентах, но в то же время у вас очень много общего, в первую очередь, язык, да? Тот испанский, который мы обычно подразумеваем, это на самом деле Кастильский или лингова Кастильяна. Это следующий после английского по распространенности язык мирового общения, который использует более 500 миллионов человек в 60 странах мира. Он является самым распространенным романским языком. А здесь, в Казахстане, еще и связующей нитью для гостей и туристов из многих стран. Тут, в Алма-Ате, несколько людей, которые говорят на испанском. В основном из Испании. То есть, во-первых, из Кубы. Потом из Испании и из разных стран Южной Америки. Мы очень часто встречаемся, разговариваем на испанском, конечно. И, ну, общаемся. Это для нас самое главное. У нас много общих вопросов. Естественно, в различных областях используются свои диалекты, отдельные слова, которые иностранцам не будут понятны. Однако за пределами родины испаноговорящие люди прекрасно понимают друг друга. Конечно, если я буду разговаривать с чилицами, мы будем на чилицком, да? С нашими словами местными. А вот какие, например, такие характерные слова, чисто чилийские? Научи меня о чилицком. Ну, качай. Качай, что это? Понимаешь. Что еще? Манхар, это такое, сгущенка. Просто мы очень любим. Сгущенка? Да, мы очень любим. А кубинцы тоже замечали, используют в десертах сгущенку? Я не знаю. Просто, видите, у нас в каждой стране разные традиции, разные обычаи. У нас много общего. Во-первых, это испанский язык. И культура. Но в самой Испании тоже языков много разных и наречий. Есть. Например, моя мама, она умеет тоже по-каталански говорить. Но это похоже. И дедушка, он говорит, что немножко баски язык. И совершенно отличается. Говорят, это более похоже на грузинский, может быть. На грузинский даже? Ну, мне кажется, как раз климат и ландшафт их баски похожи на грузию точно. Можем есть. Многие из тех, кто приезжает из Испании в Казахстан на обучение или по работе, параллельно основным своим занятиям ведут здесь языковые курсы. Альваро отмечает, что желающих записаться на его уроки гораздо больше, чем он ожидал. Многие начинают, но мало кто заканчивает. Но желание всегда есть, потому что язык очень красивый. Все об этом знают. Звучит очень красиво даже для нас. У казахстанцев хорошо-хорошо получается произносить, например, на испанской языке. Очень красиво, когда, допустим, ты на улице, здесь я нашел людей, которые говорят испанский немножко. И они как будто испанцы. Они как носители. Сантьяго и Альваро проживают в Казахстане около шести лет, и за это время успели заметить столько схожего в наших культурах. Алматы – это очень похоже на то, что есть в Испании. Правда? Да, правда. Я живал по-другому. Я думал, вот это Басток, и на самом деле более похожее на то, что есть, может быть, в Китае. Но на самом деле Алматы – это Европа, это не Асия. Потом я начал немножко путешествовать в Казахстане. И был в Астане, и был тоже в Карене. Здесь же он тоже Тальгар, Копчега. И мне очень понравилось, что я видел здесь. И как люди приятные, разные культуры, разные нации. И все равно отношения хорошие. Наши герои, обладая обширным опытом путешествий, имеют возможность сравнить культурные особенности и менталитет жителей стран Европы и Азии. Они признаются, что общего у нас гораздо больше, чем они представляли себе до приезда в Казахстан. В Испании есть Андалюция, да, на юге. Это, по-моему, похоже чуть-чуть на чинген. И все равно люди на юге всегда очень приятные люди. Они общительные, гостоприятные. И каталанцы спорят с андалуцами, кто лучше, баски с птицами и так далее, да? Да, на Сибири больше работают. Они очень серьезные люди. Я не знаю, в Павлодаре здесь это так или нет. Но, по-моему, это правда, что на юге всегда жир можно получше. А вот в сравнении с чилийским менталитетом, вот что тебя поразило или удивило, что трудно было? Так, тут самое, ну, меня улыбило, допустим, гостеприимство. Тут это очень важно. И это сразу... Разве у вас не так? ...бращается в глаза. Тоже есть такое, но по-разному выражается. Допустим, тут любят угощать. Иногда очень много. Безоторникально. Да, поэтому иногда неудобно отказываться. Но я знаю, что это так выражается гостеприимство. Приятно осознавать, что наша страна гостям запомнится столь хлебосольной. Обсудили мы и то, что географические особенности влияют на характер людей. У нас наоборот, допустим, потому что это южные полушарии. То есть жарко на севере, а холодно на юге. Поэтому наоборот. То есть самые веселые на севере, а такие более серьезные на юге. А тут куда? А я из центра. Стоит отметить, что сколько бы ни жили представители разных народов на чужбине, и как бы ни ассимилировались с местным населением, практически все они продолжают чтить и соблюдать традиции своих предков. К примеру, отмечать праздники. А их в Испании великое множество. Как и везде, здесь есть государственные и религиозные торжества, которых в календаре более 40. Хотела поговорить про культуру ваших стран. Вот, окей, с Чили начнем. Какие есть самые главные праздники в году? Что важно знать о чилийской культуре человеку, который впервые сталкивается? Думаю, как везде в Южной Америке, самые главные праздники – это такие религиозные праздники, как Рождество, Пасха и тоже национальные праздники, как День независимости. Вот, это самые главные праздники. Отмечают обычно на улице, танцуют национальные танцы. Какой национальный чилийский танец? Называется Куэка. Куэка? Да, это танец не похож, допустим, на танго, аргентинский танец. Вообще не похож. Лучше поехать в Чили и посмотреть танго? Ну, конечно, да, точно. В сентябре мы отмечаем День независимости. 18 сентября вся страна отмечает это отличный день, чтобы посещать Чили. Отличительной же особенностью Испании являются обилия праздников региональных. И в каждом регионе соблюдаются свои обряды, переданные предками. Кстати, в одной из областей, так же, как и у нас, празднуется Курбан-Байрам. Стоит отметить, что в Южной Америке отмечают и такие события, которые аналогов в мире совершенно не имеют. Думаю, нам главное это то, что мы говорим, корреля и торос, или торос, это бык. Да, да, да. Когда отпускают быков по улицам. Но ведь очень много споров идет о коррекции и о быках, и о том, чтобы запретить это. Да, запретили в Каталунии. Но, по-моему, сейчас, кроме в Каталунии, везде. Не только в Испании, потому что есть в Мексике, то есть в Перу. Есть такой характер у испанцев, я думаю, что, можно сказать, кровь не горится. И адреналин нам нравится. Поэтому есть такие праздники. Одним из главных событий года у испанцев считается Ночи де Сан-Хуан, Ночь Святого Хуана. Святой этот немного схож со славянским Иваном Купалой. Праздник этот всенародный, однако самые масштабные гуляния проводятся обычно там, где есть море и другие водоемы. В одном из предыдущих выпусков мы рассказывали вам о польской традиции сплавлять по воде куклу Марьяну, которая символизирует уходящую зиму. Так вот, этимология этих праздников имеет что-то общее. Тем не менее, они все же довольно сильно отличаются. Суть празднования ночи Святого Хуана заключается в том, что в это благословенное время каждый может загадать желание, которое непременно сбудется. Для этого ровно в полночь, думая о своей заветной мечте, нужно успеть перепрыгнуть через первые три волны, которые подойдут к берегу. По мнению участников действа, этот обряд сделает весь ваш предстоящий год счастливым и удачным. На пляже делаю костры. И тогда люди вокруг костра, они поют, они кушают, они общаются. И получается, что температура это хорошая, можно даже и купаться в море. На меня очень удивили песни, которые пели нам, когда услышали, что мы, ну, говорили, что мы русские. Со всех сторон сразу начиналось «Yo soy español!» Это как на футбол, тоже на «Стайоне». Да? Да, это как... Русских песен очень много поют. И Катюшу, и... Катюшу, все знают, но испанская версия. Но звучит, конечно, интересно. Например, я служил в армии, мы тоже в армии пели Катюша, но на испанском языке. Можешь напеть пару строков? Я запомню слова. Да, это такая типа. «Скатюшка, уна жовен руса, Ке виви а уриллах дельболсо, И юна тарде, бонита, дотоно, Пио, пасар, ла дивизион, азур». Браво! Прямо на пляжах люди выкапывают большие ямы и разводят в них огонь. После наступления полночи ко всеобщему веселью начинаются прыжки через костры. Подобная традиция встречается не только в испанской культуре. Вспомните, на Масленицу и в ночь Ивана Купалы прыгают через костры русские и украинцы. У армян на праздник Трендес прыгая влюбленные не должны расцеплять рук. Стоит отметить, что костры порой бывают такими большими, а прыжки столь гигантскими, что остается только надеяться, что веселье это проходит без происшествий. Что одним из первых приходит на ум при упоминании такой страны, как Испания? Это футбол, коррида, гитара и, конечно же, фламенко. Как утверждают испанцы, фламенко нельзя воспринимать только лишь как танец. Ведь по своей природе выступление в этом стиле – настоящий спектакль, имеющий по всем законам жанра четыре части – завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку. А в представлениях, которые проводятся за пределами родины этого искусства, публика видит зачастую лишь малую часть действия. Кстати, одна из исполнительниц танца, которые вы сейчас видите, имеет русское происхождение. Талантов представителям испанского народа явно не занимать. Ремесло здесь передается по наследству, и руками опытных мастеров создаются вот такие вот произведения искусства. Среди того, что в Испании можно отнести к распространенным национальным видам рукоделия, можно назвать роспись по фарфору. Характерные ордаменты и элементы отличают изделия по регионам страны. Правда, сейчас уже довольно трудно найти мастера, который безошибочно смог бы их идентифицировать. Также особого интереса достойна вышивка по ткани и плетение в техниках решелье или макраме. Все это отличается особым изяществом, а работа над такой красотой требует кропотливости, ведь она практически ювелирная. То же относится и к характерным мужским ремеслам. Это изготовление кинжалов, шпаг и ножей в толедо. Толецкая сталь известна далеко за пределами Испании. Настоящие мастера являются продолжателями династий и хранят секреты мастерства бережно. В настоящее время толецкие ножи и кинжалы производятся во всех возможных конфигурациях. Охотничьи, кухонные, туристические, тактические и даже складные. Мастеров, которые изготавляют подобные раритеты сейчас, единицы. Главное же отличие настоящей толецкой стали в ее необыкновенной пластичности. В среду качество изделия проверяли так. Клинок клали на голову плашмя и затем сгибали таким образом, чтобы его концы достигали плеч. Если изделие легко восстанавливало форму после подобного испытания, удостаивалось личного клейма мастера. Ну а теперь перейдем к самой вкусной и аппетитной части нашей программы. Национальная испанская кухня – это сочетание огромного количества разных кулинарных школ. Она учит нас премудростям испанской кулинарии шеф-повар заведения Хаиро Боне. Дуэлос и Кибрантус – пожалуй, одно из самых экзотических угощений. Основным ингредиентом здесь является не что иное, как бараний мозг. Его название, кстати, так и переводится – «выстрел в мозг». Боже мой! Сегодня мы готовим съеднячьи мозги. Первым на огонь отправляется хамон. Без него в Испании мало что готовится. Добавляем специи, остальные составляющие. Все будет жариться, все будет с чесночком, все будет с мяском, с жирком, со свининой. А пока все это поджаривается, в кипящую воду опускаем самое главное. А потом можно будет сказать, что при приготовлении этого блюда ни один маленький ягненочек не пострадал. И уже затем непосредственно главный ингредиент выкладывается на сковороду. Наш шеф-повар признался, что любит использовать хамон. Это главное мясное лакомство в Испании, которое входит в состав очень многих колоритных блюд. В касса Альфонсо практически во все блюда добавляется хамон, потому что он придает такой характерный испанский вкус и испанский савор. Это еще одна из кулинарных визитных карточек и гордость Испании. Национальный деликатес, который представляет собой сыровяленый свиной окорок, который готовится особым способом. Даже животные для его производства откармливаются по секретной испанской методике. А приготовление самого мяса занимает от 7 до 12 месяцев. От срока зависит вкус, качество и, разумеется, цена. На завершающем этапе вбиваем яйца. Они готовятся очень быстро, поэтому добавляются в самую последнюю очередь. В общем, получается эдакий омлет с оригинальной начинкой. Выглядит весьма заманчиво, но кушать, честно скажу, страшно даже. Скажу вам честно, ребята, может быть, мне было бы лучше не видеть, что там внутри. Но это очень вкусно. Это реально вкусно. Добро пожаловать в Испанию. Блюдо это характерно, как казалось, для Кастильи и Ла-Манчи. И, как уверяют ребята, это кушал Дон Кихот. Честно говоря, когда я читала книжку про Дон Кихота в детстве, я не подозревала, что он не очень, что он любил маленьких ягнят, но странной любовью. Следующее блюдо родом из Ла-Манчи. Второе блюдо, которое нас научат здесь готовить, менее эксцентрично. Готовится оно преимущественно из овощей. Писто манчего чем-то напоминает нашу овощную икру. Ингредиенты здесь закладываются по очереди. Сначала обжариваются в масле, а затем их тушат в собственном соку под крышкой. Когда овощи почти готовы, их сдабривают протертым свежим томатом. Ну и финальный штрих, как вишенка на торте. На овощную подушку выкладывается перепелиное яичко. Ну и, конечно, говоря о еде в Испании, нельзя не упомянуть о знаменитой паэлье. Это явление испанской, а точнее даже валентийской кухни известно по всему миру. Готовится оно из специального сорта риса, куда в зависимости от вкуса повара могут добавляться какие угодно виды мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, кролика и даже улиток. В Испании есть пословица – как улитку не готовь, кроликам она не станет. Однако паэлья с улитками в этих краях невероятно популярна. Сейчас мы наблюдаем работу настоящего профессионала. Хозяин крупной паэльи, сеньор Тони Монтильо, готовит паэлью уже много лет. И делает он это по всем канонам валентианского искусства. Добавляет только ему известный набор специй. Для приготовления паэльи существуют специальные сковороды – плоские, очень большого диаметра. Многие считают уместным сравнивать паэлью с более привычным в наших широтах пловом, который тоже имеет бесчисленное количество различных вариаций. Однако критерии, по которым отцегиваются эти два блюда, совершенно разные. В паэлье не играет роли, насколько рассыпчет рис. Здесь важен вкус, смак и, естественно, тот самый испанский савор. Ну что ж, сегодня мы узнали с вами немало рецептов дружбы. Так что до скорых встреч, ваша Алевтина Мадьярова. Продолжение следует...